Всем здравствуйте! Сегодня хочу показать вам свои пасхальные рукоделочки. В главных ролях, разумеется, пасхальный кулич разукрашен не просто так, а глазурь вот в виде салфеточки решилье, я бы сказала, и яйца, крашеные луковой шелухой. Но здесь есть один секретный ингредиент. Заходите в плейлисты, которые так и называются «Пасхальная тема», и там вы найдете все, что сегодня я вам буду показывать. Хорошо украсит праздничный стол печенье имбирно-медовое. И самим можно угоститься, и друзей угостить, и даже хорошая идея для бизнеса. Как говорится, найдите 10 отличий. Это пасхальный кулич. Настоящий, съедобный. А этот ватный. Сделан из ваты. А здесь у нас яйца легенькие, пенопластовые, которые могут храниться всю вечность и не пропадут. Ну, впрочем, так же, как и ватная пасха. Внутри пенопласт. Наклеила акриловым лаком салфеточку и покрасила краской. А это украсила именно докупажными салфетками. А если к такому яйцу приклеить пуговицы, лепнину, и вот вам уже сувенирное яйцо. Чем не подарок на Пасху? А если подставочку сделать поинтереснее, с бусами, здесь у меня кольцо от штор. Ну, чего тут только нету. Вверху красивая бусинка. Кроме лепнины здесь докупаж, то сувенир становится еще более интересным. А вместо бусинок можно использовать крестики. Еще красивее. Сказать честно, я хочу переделать вот такое яйцо, потому что уже у меня сохнут крестики, которые я сделала. Останется их только подкрасить краской и вставить сюда. Кстати, кому интересна такая тема, как сделать не просто вот крестик, а вот даже с оттисками. Это я все делала без молдов. Пишите комментарий, такое видео будет. Итак, бусинку я удалила. На крестик наносим краски самую малость. И вот сувенир наш заиграл новыми красками и новым смыслом. Как вы думаете, зачем я здесь поставила все эти матрешки? У меня их приличное количество. Вот как-то они ко мне прямо липнут. Иду куда-то, случайно попадаются. Покупаю, покупаю. И вот уже сколько у меня их собралось. А очень даже они в тему. Смотрите. Я считаю, что матрешка очень похожа на яйцо. Если вот здесь вот увеличить объем. И поэтому вот этот комплект я решила переделать на яйцо. Вот три штуки. Самая маленькая, неразъемная. Добавила здесь золото на рисунок. Здесь вот по бокам наклеила папье-маше. Так, сейчас покажу. Сделала массу папье-маше и добавила сюда вот такую шпаклевку купленную. Перемешала. Масса очень крепкая, твердая. И потом сверху покрыла, как видите, такая вот красно-вишневая салфеточка. Я специально делала такие неровности. И потом покрыла все той же бронзовой красочкой. И вот такие яйца у нас получились. Ну, вот это, правда, я еще не разукрасила. Но это делается настолько быстро. Вот как я вам показывала крестики. Вот так же легко и быстро делается, например, на яйцо. Так, красочка уже подсохла. Можно кисточкой наносить, можно губкой. Но вот пробовала много чем и поняла, что пальцем самое лучшее. Смотрите, как легко наносится, равномерно краска акриловая стирается при помощи воды. Но не надо ждать, чтобы слишком краска высохла на пальчике. А вот когда она свежая, то очень легко смывается. А то показываю вам все готовое. А хочется немножко показать, как я все это делала. Хотя, повторюсь, заходите в плейлисты. Там вы найдете очень много информации. Очень много. А кто впервые на моем канале? Контент у меня очень даже разносторонний. Вот, минутное дело. Верхушка готова. Также делаем и нижнюю часть. Акриловая краска сохнет примерно минут 20. А я воспользовалась феном и она высохла у меня практически за 2 минутки. Так, маленькое здесь яйцо. Располагаем сюда. Это вот я приготовилась к выставке пасхальной. Ну, а пока это яйцо будет жить в матрешке. Так, маленькая неувязочка. Не хочет она здесь жить. Здесь же все увеличилось. Наверное, она не поместится. Да, она не помещается. Ну, и ничего страшного. Значит, яйца будут жить отдельно, а матрешка отдельно. Бывает. Но все равно я рада, что переделала. Вот такие яйца получились у меня. Так, что еще хотела вам показать? Хотела вам показать курочку. Правда, сейчас не вспомню. По-моему, я делала ее, шила на другом канале. Да, наверное, на канале пошив и ремонт одежды. Эту корзиночку видео не снимала. Она очень простенькая. Какая-то коробочка от продуктов. Вот так веревочкой обклеила. Типа корзиночки. Получилось вот такое гнездышко. Курочка есть. Цыплятки есть. А раз есть цыплятки, то должен быть и петушок. Вот этот петушок когда-то был мастер-класс. Я его делала из соленого теста. Простоял он у меня несколько лет, на минуточку, несколько лет в сыром помещении. И вот я недавно его нашла, а он такой мягкий и прямо той, гляди, начнет рассыпаться. Я взяла, подрезала, где крылышки, просушила его, а потом начала думать, что бы с ним сделать. И вот что я придумала. Крылышки я потом не стала приклеивать, а вот так их оставила. Я зашпаклевала. Значит, все та же масса папье-маше и шпаклевка, которой я шпаклевала яйца. Зашпаклевала. Здесь наделала отверстие. Здесь вот перья. По центру идет проволочка. Прям ничего сложного. Прям проволочку согнули, ватку наложили, лаком акриловым накрасила. Когда высохла, потом уже начала разукрашивать. И вот такой прекрасный петушок получился. Да, значит, как вот он стоит. Чурбачок настоящий. Половинку отрезала. Чурбачка. Здесь вот выглядывает черная, значит, салфеточка. Немножко шпаклевка выглядывает. Я просто потом зеленой красочкой закрашу. Будет как трава. Значит, я просверлила дырки насквозь. И вот эти вот лапки это палочки китайские для суши. И вот так вот я их воткнула. И потом я уже наращивала всю эту массу петуха. А вот эти, значит, пальчики, лапки я сделала при помощи горячего пистолета. Здесь вот еще немножко сыренькая. Досохнет. Потом добавлю здесь зеленую краску. Все, девочки, это все, что я хотела вам рассказать, показать. Думаю, видео для вас не было скучным. Так что всех с наступающим праздником. Всего самого светлого и доброго. До свидания. С вами был женский блог обо всем. Спасибо.